и снова значит я еду и не работаю вот так вот приехал вроде бы как дяде помогать вытаскивать его ферму из плачевного состояния можно так сказать но вместо того чтобы работать я тут шляюсь вот об все потому что мне сказали здесь просто самые лучшие круассаны которые вообще можно найти в округе поэтому естественно что я сюда приехал смотрите какой выбор капец маффины потом он какие-то бублики что-то какие-то кольца круассанчики ну вот осталось только кофе теперь кофейную здесь найти и все и мы с вами в шоколаде вот но конечно же не только из-за этого вот тут еще и мороженое есть мороженое что-то как-то не очень хочется а вот пожалуй и кофейня да вот кофейня есть но что-то по моему она закрыта еще сезон не начался поэтому вот скоро скоро начнется сезон туристы повалят сюда и будем тогда приезжать и кофе попивать вот но на самом деле я конечно же не поэтому сюда приехал еду перенимать передовой опыт мне посоветовал янек то есть тут такие же они чтоб все виноградом занимаются я говорит тоже как-то пытался но что-то у меня не пошло перед и поедь к нему может быть что-то там разведаешь выведаешь может быть как-то с ним договоришься в общем едем мы сейчас с вами на виноградный завод и поговорим там с местным управляющим чтобы у нас вино потом получилось хорошее нужно будет и не только налаживать взаимоотношения но также технологии какие-то может быть где-то под разузнать в общем будем разбираться потихоньку ну и окрестности тоже никто не отменял смотреть холмистые такие интересные вот но я не хотел бы здесь заниматься зерновыми скажем нужны трактора такие серьезные солидные для того чтобы по этим холмам ездить а тут смотрите да не кисло так у них аншлаг прям какой-то вот по моему от испарений которые тут идут виноводочных у меня аж голова закружилась ну давайте по заглядываем и везде пицца пицца кофе и круассаны ну что еще может быть лучше для цветов о это что такое и нефти какой-то смотрите да занят на ничего нам не говорят кроме как может его когда содрать не сожалению и даже суперсила нам в этом не поможет так но по моему все все что ушли что ли потому что я никого не вижу и вообще шума нету совершенно по моему по моему они реально уже все пошли по домам а чушь машины оставили да может там внутри закрылись и и квасит как думаете но в любом случае мы сюда можем привозить если что если у нас будут излишки винограда вот мы сюда сможем привозить и обязательно это сделаем по поиграть можно посмотрите какой-то картридж к старючим вот этим да а кстати кто играл на дэнди еще с картриджами есть такие среди вас потому что мне к сожалению не удалось во время когда другие играли на этих всяких сегах и дэнди вот у меня не было такой возможности много лет назад компания разрабатывающая программное обеспечение закопала в данной местности картриджи со своими непроданными играми попробуйте найти их все на один игровой картридж арфа тягатель осталось еще 19 угу ну раритетные картриджи они дорого стоят а вообще сюда нужно будет приезжать и поигрывать на вот еще одно кафешка но это уже наверное не сколько кафешка как все-таки рюмочная точно рюмочная выпил рюмочку закусил и погнал дальше работать по моему так это все делается не так хорошо это мне нравится от такого реликта такого раритета я конечно же не откажусь я думаю что это еще и дешево потому что мы с вами знаем прекрасно какова цена таких вот раритетных всяких вещей которых очень мало мы с вами также знаем что может такое скажем какой-нибудь старючий комп которому лет двадцать или тридцать уже может стоить таких денег что никакой новый и рядом не решал возьмем те же самые продажи на аукционах старых apple of еще 70 там какого-то затертого года и реально они там могут стоить сотни тысяч а той миллионы и старайтесь так но то что тут картриджи есть это хорошо вот только где их искать так но это туристическая какая-то аттракция смотрите какая красота сидишь так вот балдеешь я думаю что мы будем делать вылазки и потихоньку где-то их все-таки найдем все не все но найдем какое-то количество под заправимся давайте тоже выйдем поздороваемся тут с местными посмотрим может быть где-то тут картридж картридж этот валяется вот я честно говоря вообще не знаю где и и даже знаете не хочу знать вот хочу найти самостоятельно как-то если не найду ну что ж ну тогда уже как-нибудь вот а сейчас просто походим погуляем по заглядываем по-моему это тот автомобиль на котором фантомас ездил да смотрели фильм о фантомасе луи де фенес фантомаса ленделон старая гвардия старая и очень старая гвардия которая уже свое отыграла это такое какой-то робот что ли робот который укатывает наверное да очень похоже но вряд ли насколько знаю франция не в первых рядах идет оцифровки роботизации и всего такого прочего так ну вроде бы как здесь не видать погнали погнали у нас еще работа есть это я так немножко вырвался проехаться я думаю что мы еще приедем сюда на производство еще успеем еще пообщаться нужно просто пораньше приезжать но не так так вокзал да еще один вот я думаю что тут где-то на вокзале может быть тоже картридж стоит ли его еще сейчас искать думаю что нет думаю что мы поищем но всего всего по чуть-чуть всего понемножку а вокзал кстати работает да или это не вокзал вообще но это вокзал с одной стороны да но по-моему это я вообще лесопилка купить плотницкой нет но уже можем ведь она уже можем купить плотницкую было бы только зачем а леса у нас нету а можем конечно посмотреть вдруг тут какие-то леса продаются недорого вот листа вот как раз мы рядом с ним ездим вот чуть-чуть да и все а вот еще но давайте глянем участок 558 тысяч не хотел вот сразу скажу что не хотел 360 тоже не хотел да даже смотреть страшно 900 вот вам и цена вхождения в лес 314 да вот чуть-чуть там можно вырубить вот можно этот лес конечно же как-то украсть но мы же во франции мы же во франции мы не в бывших советских республиках где все тырят и тырили где все все что плохо лежало и не очень все вокруг колхозное все вокруг моё так давайте мы тоже не будем переть то есть это только свой посеять и таким образом уже потом иметь то есть нам плотницкая сейчас абсолютно совершенно я бы даже сказал вовсе не нужно поэтому не будем напрягаться даже будем заниматься своим делом у нас знаете еще тоже полно таких этих дел знаки потом вот восстанавливать и знает что я тут приехал знаки все позбиваю заставит восстанавливать за свой счет так но за круассанчиками все-таки заскочу давайте по-хорошему станем не по-хамски побежал я красанчиков куплю заживал не круассан и просто мед настоящий тают во рту приезжайте будем это тоже будем отведывать будем ходить кушать и кофе пить но настала пора продолжать нам на полях вот вернее на наших виноградниках да я решил немножко удобрить поехали вот агрегат у нас специально для того чтобы удобрения раскидывать поэтому будем раскидывать расход буквально минимальный смотрите да чуть-чуть там ну так она там на четыре метра всего и брызгает удивляться вот сейчас проверим насколько тут все это срабатывает чтобы зазря не кататься вот тут смотрите в чем проблема может быть да это в том что вот я проехал здесь обрызгал вот этот и обрызгал вот это да но тут вот вот примерно край вот край удобренного да если я проеду через ряд вот здесь да то теоретически обрызгается и это и это и вот где-то до этих пор а вот тут по центру будет неудобрено а вот интересно зайдет или нет как думаете можно так сэкономить или нельзя или так не экономит сэкономить в основном конечно же время вот примерно да как оно получится ну то есть зачем между рядик там удобрять логично по моему мы же знаем что есть удобрения которые на листья ложатся специально азотисты или какие удобрения нет не азотисты я не специалист вот но есть такие которые листва впитывает эти удобрения стебель и листва вот а есть конечно те которые вносится в грунт и вот тут вот у нас интересный такой момент какие же у нас удобрения не хотелось бы дядю сейчас как-то отвлекать от его увеселительной поездки но придется наверное на своем на своем опыте да смотрите что у нас происходит ну вот они будут они полосы как они были раньше вот так они и остались хорошо что он показывает дополнительный урожай 90 смотрите добре на 60 то есть его что три раза надо удобрять что ли их жалею что я не приезжал к дяде на рождество на пасху на всякие праздники да вместе с ним в этом сидели у камина или бы венцо да говорили о том осен знания ниш пригодились бы да и сделать как бы поближе был ну что поделать что уже сейчас жалеть поехали потихоньку удобряется снимем первый урожай наш и увидим сколько мы собрали потом сделаем немножко по другим технологиям более по правилам так скажем и с мульчированием и с культивацией совсем и посмотрим сколько у нас будет потом урожая может быть даже знаете может быть даже 1 вот этот урожай пустим не на вино опустим на изюм чтобы потому что вино точно не получится супер качество а изюм я думаю что пойдет нормально как вы думаете вот это я так себе под нос бурчу тут же никого нету кому я говорю вообще так хорошо раз глянем дополнительный урожай где-то 80 где-то 90 черт его знает от чего это зависит смотрите и удобрен вообще 65 написано 70 то есть тут может быть три раза придется такого быть не может вот или тут или удобрена или не удобрена а ты будешь делать может быть вот эти пропуски на нам и таки уменьшают количество а мы можем вон на втором сейчас проехаться так чтобы полностью без пропусков было все удобрено так для этого нужно для этого нужно не по центру ехать а чуть вот так вот краю наверное дам так таким образом вот ага сильно тут тоже не ты не станешь потому что будем цепляться вот так как-то ну поехали все уже цепляемся по чуть-чуть нужно сторонку виноград не попортить в конец интересно если взять удобрялку не виноградную то которая раскидывает на 40 метров проехал один раз дай все нужно будет поэкспериментировать к к ему разница винограду до удобрение то же самое так что 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 у нас получается у нас получается вот что верно нужно вот так чтобы полностью захватить все по моему тут как раз а пословица что маслом кашу не испортишь на некоторых местах по два раза где-то по одному мы сделаем эксперимент проведем а там будет видно так примерно но только вот так против солнца как хвост павлина тут должна еще и радуга быть если смотреть под определенным углом нужно же красоту по моему красоту нужно искать везде не только красоте но и в работе тоже так и того 92 86 82 90 дополнительный урожай да тут вот для контраста дополнительный 90 удобрено 80 90 но в общем как карта легла так оно и получилось все равно что так что так одинаково но так удобнее всего честно говоря мы полностью 2 2 рядка захватываем ехать удобно ни за что не цепляется по моему это и логично и правильно думаю дядя дядя одобрил она тут да можно здесь не проезжать ну ладно уже проедем проедем раз мы уже взялись экспериментировать то доведем эксперимент до конца вот пожалуй единственный трактор где мне нравится вид от первого лица да и не только трактор и автомобиль тоже транспортное средство так скажем зеркало работает у вас она может не работать из-за того что у вас не максимальные настройки графики поставлены поставьте максимальные все заработает вот это я упреждаю ваш вопрос довольно часто таки появляется тут обзор до обзор просто офигительный видишь себе так едем дальше единственное что если ветер подует вдруг на сзади да не очень интересно тут бы кабина герметичная бы конечно же помогла в замок нужно будет съездить я думаю что обязательно там где-то должен картридж лежать это знаковое такое место да на холме точно где-то должен быть вот она те найденные деньги я думаю что мы будем приобретать технику которая нужна будет для ускорения работы например тот же самый мыть чизель пошире взять 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 пошире мульчер чтобы не два раза ездить а вот так вот как мы с этой удобрялкой проезжали раз проехал и все сделал ну и посмотрим может быть трактор таки поменяем потому что смотрите топливо уходит вообще капец как быстро и он очень медленный хотя при работе скорости его хватает ну это уже какой-то совсем уже он игрушечный какой-то тракторок даже для виноградников как по мне так работаем основные мы подделали давайте посмотрим что у нас есть в гараже у дядя инструмента оставил все можно сделать да но вот в таких вот в частных домах как раз вот этот весь инструмент и нужен то крыша потекла то где-то шпат красит то где-то что-то пошпат клевать подрезать просверлить о по-моему это дядя тут сидел вот когда еще жена жива была его да приходил гараж ставил винцо тут и наяривал вот у меня такой подобный был компьютер но конечно же без картриджей а по-моему zx spectrum он назывался но уже можно было подключать к нему магнитофон пленочный и загружать туда программу подключался к телевизору и на телевизоре можно было играть во что-то вот такого чуда у меня тогда не было естественно интересно это картридж или это просто просто валяется нет это просто да просто так я думаю может из-за него нам дадут денег так а свет тут есть не мог же дядя оставить без света а лампа есть но я не вижу где тут включается блин опять ну ладно думаю что мы тут найдем в конце концов да и честно говоря я уже на этом компьютере особо и не поиграешь это разве что поностальгировать прям как то знаете так уже поностальгировать по-моему таких людей уже нету которые бы ностальгировали так сильно что тут у нас может быть здесь мы можем немножко переодеться во что-то да толковое соответствующее давайте то я как приехал так и хожу в этой в дорожной давайте во что-нибудь такое но это совсем уже о прикольно пускай будет подтверждаем вот и давайте пробежимся немножко ночь уже во дворе да вот дядя освещение поставил красиво выглядит немножко пустовато конечно же после того как продал многие сараи тут целый ряд этих солнечных панелей продал немножко пустовато но я думаю что мы потихоньку тут подтянем сюда и в производство возможно какое-то навесики может быть какие-то поставим посмотрим что нам нужно будет то и будем ставить так ну еще раз на виноградик посмотрим 80 60 90 дополнительный урожай 90 процентов да да добре на 80 процентов так ну ладно погнал я тогда буду отдыхать я там привез этих круассанчиков сейчас буду точить круассаны пялиться в телевизор или на ютубчике посижу может быть ночью тут уже делать совершенно нечего нагулялся я полностью на свежем воздухе спать уже охота в общем будем спать до 8 да нет до до 8 это совсем уже или как нам говорят он был настолько ленив даже вставал пораньше чтобы подольше ничего не делать так и мы встанем пораньше чтобы подольше ничего не делать ну и я на этом буду прощаться с вами спасибо что смотрели не забывайте поставить лайк всем пока